Карачаево-Черкесия, телеканал «Россия-1», главные вести республики. С вами Руслан Куркмазов, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Компания «Домоты» приступила к строительно-монтажным работам на заводе по переработке «Баранина» в Карачаево-Черкесии. О результатах полного ввода и эксплуатации мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. Компания планирует производить 42 тысячи тонны продукции в сутки. Один из ключевых экономических эффектов реализации данного проекта для нашего региона – это, безусловно, рабочие места для местных жителей. Это около пяти сотен рабочих мест на производстве. В перспективе все это позволит сделать Карачаево-Черкесию лидером по производству баранины в стране, сказал глава региона Рашид Тимрезов. 15 лет исполнилось Центру амбулаторного диализа в Черкесии. Он оснащен новейшим медицинским оборудованием и аппаратами «Искусственная почка». С их помощью лечится около 200 пациентов. Репортаж Мурата Джанкёзова. При хронической почечной недостаточности для выведения из организма излишков жидкости продуктов белкового обмена и отходов обменных процессов успешно применяется гемодиализ. Кровь пациента перекачивается специальным аппаратом – диализатором. Здесь стоят аппараты немецкой фирмы «Диалог». Процедура гемодиализа, за исключением пересадки почки, является практически единственным способом продления жизни людям, подверженным тяжелому заболеванию почек. Из самых разных уголков Карачаева-Черкесии три раза в неделю в центр приезжают больные с хронической почечной недостаточностью. Главная задача состояла в том, чтобы, с одной стороны, обеспечить их этим жизнеспасающим лечением, приблизить от лечения к месту жительства, ну и сделать их пребывание в этом центре максимально комфортным, а саму процедуру диализа щадящей. Центр амбулаторного гемодиализа «Би Браун» был открыт в 2006 году на базе Республиканской клинической больницы. Через четыре года центр переехал в отдельное, специально построенное и хорошо оснащенное здание. Сегодня общее количество пациентов при трехсменном режиме работы составляет около 200 человек. От имени Министерства здравоохранения в лице министра Шаманова Казима Зельдаревича хочу выразить огромную благодарность за тот труд, который вкладывают работники этого центра и оказывают медицинскую помощь во благо наших пациентов. Гемодиализный центр выполняет государственный заказ Министерства здравоохранения Республики. Его пациенты получают медицинскую помощь бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Медработники и пациенты центра отметили, что в целом успешная работа коллектива в немалой степени заслуга его руководителя Ханифы Быттаевой. Очень сильно помогает она нам, людям. Я же говорю, только ее заслуга, что я только Ханифы Быттаевой. Я несколько раз подал в ком, она меня вытаскивает. У нас есть немецкие СОПы, это стандарт операционной процедуры. На каждую процедуру она разработана, утвержден, но штабом в Германии, в Мельзюнгере. Поэтому все девочки работают в режиме вот этих СОПов. Несмотря на то, что в республике достигнута стопроцентная обеспеченность этой жизненно необходимой медицинской помощью, учитывая, насколько трудно пациентам добираться до республиканской столицы из других районов, принято решение о строительстве еще одного диализного центра в Зеленчугском районе. Мурат Жанкёзов, Рашид Тока, Вести Карачаева, Черкесия. Вести заперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общая количество заболевших в республике составило 20 942 человека. Из них 20 380 выздоровели. 402 человека госпитализированы. С ответным визитом Карачаевский городский округ посетила делегация Левашинского района Дагестана. Ранее представители нашей республики во главе с мэром Карачаевска побывали в Дагестане, где были установлены дружественные связи между несколькими районами Прикаспийского региона. Подробности в репортаже Алихана Лепшокова. В течение нескольких дней гости из Левашинского района Дагестана побывали во многих живописнейших уголках республики. Для них организовали экскурсию и в Сентинский храм, который находится недалеко от реки Тиберда на Высокой горе. Само религиозное сооружение датируется X веком периода развития Аландского государства предков карачаевцев. Начальник отдела культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев подробно рассказал об истории появления храма и о том, как отсюда проходил Великий Шелковый путь. Гости особо отметили красоту Карачаева-Черкесии, а также подчеркнули, что такие встречи позволяют укрепить дружбу между нашими регионами. Мы неоднократно приезжали, очень красивые места, про народ, какой он гостеприимный, это говорит уже, мы видим и в социальных сетях, сколько, много красивых отзывов. И вот сегодня мы убедились еще раз, что прекрасные люди. Мы рады, что побратимы с вами. После экскурсии делегация из Дагестана встретилась с мэром Карачаевска Альбертом Дутаевым. В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Самым приоритетным направлением станет развитие социально-экономических отношений между Карачаевским городским округом и Левашинским районом. После чего мэр Карачаевска вручил гостям подарки на память о сегодняшней встрече. Есть общие проблемы муниципалитетов, общие проблемы в стране, их много, проблемы есть. Нам надо муниципальные проблемы всем вместе обсуждать и выходить с предложениями. Это тоже очень важный вопрос. Для всех гостей из солнечного Дагестана в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева был организован концерт с участием различных танцевальных коллективов. Такие ансамбли Кагридада, Кавказ и детская студия национального танца Таулу своими хорографическими номерами вызывали бурю аплодисментов и эмоций. Мы очень рады, что наше побратимство позволит укрепить дружбу между нашими регионами. Мир и взаимопонимание между народами подчеркнули гости из Дагестана. На днях сюда приедут дети, будут обменять дети, бесплатные дети. Дети из малой имущественной семьи, дети-сироты. И дети, конечно, там будут отличник учебы. Это школьный возраст, дети будут отдыхать. Бесплатно. Дети из Карачаев-Черкесии будут отдыхать на берегу Каспийского моря. Дети из республики Дагестана будут отдыхать на курорт Тебердай по поселу Донбай. Мы уверены, что тесная работа позволит реализовать еще много различных проектов. И это даст толчок к развитию двух наших регионов, отметили в завершении встречи обе стороны. Алина Халебшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В свет вышла книга известной поэтессы-драматурга Дины Мамчуевой «Быть добром». В издание вошли новые стихи, а также пьесы от печи «Рамазан» и волшебный напиток Карачаева. С Диной Мамчуевой встретилась Шерифат Лепшокова. «Живи, мой народ, живи в родимом гнездовье, цвети мой край, как дерево ранней весной. Пусть беды уйдут, живи, мой народ, на здоровье, а счастье в ушельях споет водопад голубой». Служение родной земле и народу. Этой миссией посвящена жизнь Дины Мамчуевой. Самые проникновенные строки поэтессы всегда о главном – о родине. Книга «Быть добру» стала шестой в биографии автора. В ней труд последних лет, стихи на русском и карачаевском языках, пьеса «Волшебный напиток Карачаев», «Трагедия о печи и рамазан». Оба произведения хорошо известны театральному зрителю. Они были поставлены на сцене Карачаевского театра. Тогда успеху сопутствовало все. Сюжет, красочные декорации, мастерство актеров. Если в «Волшебном напитке Карачаев» повествовалось о том, как Айран стал частью российской культуры, то в «Акпичи и рамазан» драматург обратилась к вечным темам – любви и ненависти, борьбы, добра со злом. Книга действительно вышла во время пандемии. Наверное, это судьба. Такие понятия, как добро, щедрость человеческой души, чистые человеческие отношения, житейская мудрость, глубина мысли, благородство и сострадание на генетическом уровне, которые присущи главным героям этих произведений и плюс красота и величие традиций, которых они почитают, обоснованно делают их востребованными на этом этапе жизни. В классе карачаевской литературы Усман Хубиев отмечал, что следил за творчеством поэтессы с ее детства, когда она публиковала свои первые стихи в газете. Он высоко ценил «Дардины», говоря, что ее строки можно перечитывать бесконечно. И правда, поэтессе под силу практически все жанры. Это и гражданская лирика, и философская стихи о любви. Но основой своего творчества поэтессы считают сохранение истории и традиций своего народа. Скажу сразу, меня, как и раньше, вдохновила богатая история моего народа, которая в силу ряда причин изучена недостаточно глубоко. Дина Мамчуева провела детство в родной Верхней Марии. В доме всегда были книги. Отец-фронтовик работал директором местной школы. Прошедший войну и депортацию, человек твердой гражданской позиции. Он передал дочери свой сильный характер и любовь к знаниям, родному языку. Мама была очень музыкальной, знала множество народных песен. Любовь к фольклору у поэтессы бесспорно от нее. А совсем недавно, спустя десятилетия, Дина Тариелевна сделала для себя открытие. Женщина, жившая в ауле по соседству, напела песню о любви, которую молодой отец сочинил для ее матери. Так, весточка от родителей пришла через 70 лет. Их отношения, пример взаимопонимания и теплоты, дарящие надежду, подобно строкам Дины Мамчуевой. Шрифат Лепшокова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Советский и российский ученый, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов завтра утром приглашает всех жителей Карачаева-Черкесии получить удовольствие от симфонии карачаевских лошадей. На телеканале «Россия-1» премьера научно-музыкального фильма «Крылья горца». Это картина о том, как Эльбрус соединил ДНК своих лошадей и ноты древних мелодий. И самое приятное, культурное наше наследие тоже не забыто. Современная музыка вообще нас не устраивает. Если музыка должна быть, то она должна быть именно такая. Каневот Османтике в кинотеатре увидел чудо. Народная классическая музыка, произведения композитора Ахматам Алкандуева, эстетика карачаевских лошадей. И все это с любимым бархатным голосом Николая Дроздова на фоне величавого Эльбруса. Зимой склоны Эльбруса кажутся безжизненными. Толстый слой льда и снега накрывает все вокруг. Чтобы выжить в этих краях, нужно обладать уникальной физической силой и незагибаемым духом. Все это и есть у карачаевской лошади. Режиссер фильма «Крылья горца» Магомед Кумыков. Ему удалось раскрыть душу карачаевской лошади, потому что он знает не только глубину национальной культуры. На самом деле культурный может быть я чисто внешне, а так кандидат в сельскохозяйственных наук, поэтому для меня это не новинка. Лошадиную симфонию снимали во все времена года, поэтому жизнь показали во всех красках природы Эльбруса. Весна, пора надежд, пробуждение природы и рождение жеребят. Еще не везде сошел снег, еще не всегда температуры выше нуля, а тонконогие стригунки появляются на свет. Нынче у карачаевских лошадей жизнь красивая. Технический прогресс освободил этих красавцев от тяжелого труда. Теперь можно скакать по красивым горам и сниматься в фильмах. Лето. Начало большого перевода табунов на летнее пастбище. Эстетика неводы платит за карачаевскую лошадь до трех миллионов рублей, а за такие деньги можно купить новенький Мерседес. Мерседес, я так скажу, не сравнится с хорошей лошадью. Это серьезно? Это серьезно, я говорю, потому что всадники меня поймут. Потому что, когда ты садишься на лошадь, ты испытываешь на самом деле, ты забываешь быт, ты забываешь проблемы. Не зря говорят, лошадь хороший психолог. Сегодня на премьеру фильма «Крылья горца» пришел экс-президент Карачаева-Черкесии Мустафа Батыев, потому что продюсером этого фильма является его внук Ансар. И вот знакомьтесь, продюсер научно-музыкального фильма «Крылья горца» Ансар Каитов. А у вас лично сколько ваших дней? У меня под 400 голов. Нет, пока что я прибыль не получаю, я пока строю фундамент, дальше будет видно. А скажите, пожалуйста, тогда сколько лошадей у вас должно быть, чтобы уже в плюс выйти? Ну, я сейчас просто и этого по голове бы хватило, чтобы зарабатывать, да, просто сейчас в другом направлении работаю. Может быть, вы дарите всем лошадям бесплатно? Нет, дарим тоже. Дедушка Ансара Мустафа Батыев на один высокий уровень ставит карачаевских и английских лошадей. Потому что обе породы королевских кровей. У англичан своя королева Елизавета, а у карачаевских скакунов король величавый Эльбрус. Поэтому наши лошади так грациозны. На самом деле лошадь, которой можно гордиться, которой нужно оценить, и которая стоит того, чтобы ей улюбовались и гордились. Руслан Гуркмазов, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. Фильм получился отличным. Приглашаем вас разделить наши чувства. Завтра в субботу в 8 утра на телеканале «Россия-1». Таким был этот день в Карачаево, Черкесии. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова